После того, как я купил PIPO 8, я столкнулся с такой проблемой, что ни один чехол, который предназначен был именно для этого планшета, мне внешне не нравился. Мне пришлось подумать, пофантазировать, как можно выйти с этой ситуации. И я решил приобрести такой вот чехол для iPad Mini. Но в нем была вклеена рамка пластиковая с заглушками именно под iPad. А PIPO 8, как я говорил раньше, немного шире, возможно, миллиметром на 4-5, и она не влазила по ширине вот в эти рамки. Я вышел с ситуацией так. Я отклеил вот эту рамку с чехла. Она была вот так приклеена, как сейчас этот чехол приклеил. Вот. Отклеил. А вместо этой рамки я непосредственно к чехлу приклеил сам планшет. Но не полностью, а так, как была приклеена рамка вот напополам. Чтобы можно было загибать планшет и ставить его в такое вот положение. Для просмотра фильмов. Ну, не знаю, для чего еще такое положение нужно. Я так обычно смотрю фильмы. Приклеил я на обычный двухсторонний скотч. Ну, не очень обычный. Я пошел на авторынок. Мне посоветовали сразу купить скотч автомобильный. Называется ZM. Он очень крепкий. Но, когда я спросил цену, у меня желание отпало его покупать. Он стоил 75 гривен. Там буквально полтора-два метра было этого скотча. Ну, мне продавец посоветовал скотч дешевый. Дешевый, но не очень уступал по прочности. Это вот такой вот какой-то автомобильный скотч. Зеленый, не знаю, это на авторынке покупал. Кстати, очень крепкий получился. Стоит всего 8 гривен. Мне понравился. Я отклеил вот эту пластмассу. И вместо этой пластмасски приклеил две полоски вот с той стороны двухстороннего скотча. Вот так вот на всю длину. И приклеил сам планшет уже прямо крышкой к этому чехлу. Не знаю, что будет дальше, когда мне надо есть чехол или он износится. Буду как-то отрывать. Я не думаю, что этот скотч за 8 гривен будет вечный. Но все же он держит очень неплохо. Уже неделю с ним хожу, никаких проблем нет. Ну и также на задней стороне здесь была под iPad вырезана камера без вспышки. У PIPO8 есть вспышка. И мне пришлось немного подкорректировать этот чехол. Не очень ровно, но в принципе его здесь, этот вырез, не очень заметно. Хотя вспышка я и не пользуюсь, но на всякий случай я ее вырезал. Вот так вот превратил чехол от iPad mini в чехол для PIPO8. Очень смотрится стильно. Я очень довольный. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Скоро будет новое видео.